На днях общественники проекта «Народный контроль», как всегда совместно с полицейскими, по городу Екатеринбургу прошлись с очередным рейдом по потенциальным источникам смертельной травы, от которой люди мрут регулярно и постоянно. Но вот только что у нас на Свердловщине более трех десятков человек чуть не одновременно траванулись паленкой насмерть. Скандал, уголовные дела. На всю страну показывают барыг за решеткой, а сунься в любой ларек. Там крайне пуганных торгашей, по сути потенциальных убийц, с тем же лотерейным спиртом на готове. Первым из любых стал ларек на улице Краснофлотцев. Засланный покупатель на счет раз приобрел фунфырик со спиртом. Как бы с этиловым, но все мы знаем, что раз на раз не приходится, и ладно, если всего лишь ослепнешь от метанула. Кстати, реализаторша оказалась кадром со стажем, она уже попадалась на таких продажах раньше. Кто-то справедливо задастся вопросом, а почему же она не за решеткой? Ну вот как-то так потому. Следом за покупателем явились полицейские 14-го отдела, все зарегистрировали, изъяли 36 фунфырей и сопроводили это протоколом по Кааповской статье 14.17.1. Она предусматривает для физических бесстыжих лиц симпатичный, но маленький штраф от 30 до 50 тысяч рублей. С конфискацией алкоголя. Следующим стал лабаз на остановочном комплексе по адресу Белинского, 169. Здесь засланный покупатель поимел возможность поностальгировать прямо по Высоцкому и тренеру, с которым как-то брали с тоски по банке. Банку водки без запинки продала ему юная дева, которая, несмотря на то, что лишь весной отпраздновала совершеннолетие, уже неоднократно попадалась на незаконной продаже бухла. Ну и на вранье, конечно. Много есть? Только это. А? Только это. Много нет? Только это. Что такое это? Больше нет, да, вот здесь? Да. Точно? А где взяли ее? Там было. Что? Там было. Там было. Знаете, что алкогольные продукции умирают люди из Свердловской области? Знаете или нет? Почему продаете? Через считанные минуты девочка-припевочка собственноручно доставала это самое несуществующее из загашников. Полицейские седьмого ОПА изъяли отсюда, считай, конфисковали 25 бутылок паленки различной масти, 181 бутылку пива и 204 пачки поддельных сигарет. А предприниматели ничего не учат, даже на ситуации, когда идут тотальные проверки, масштабные рейды, все равно они умудряются вляпаться в эту грязь, в это говно, так сказать. Огромное количество пива, паленого алкоголя и, к сожалению, это, наверное, не кончится. Я арендатор просто. Арендатор, то есть все, что здесь находится, это не межит вам, правильно? О том, что реализовывают в торговых павильонах алкогольную продукцию, вы знали? Нет. Тогда почему происходит реализация? А что продали? Ну, хотя бы продали водку и сигареты. Я вообще не вкустил. У нас только пива можно. Хорошо, тогда поясните, по каким причинам там находятся у вас крепкие алкогольные напитки. Что там находится? Ну, крепкие алкогольные напитки, начиная от коньяка. От коньяка. А крепкие, это у нас идет коньяк, водка. Ну, и увенчалось это мероприятие визитом в одиознейший лабаз на сортировке по адресу Техническая, 27, который, судя по всему, навечно закреплен за каким-то кланом выходцев из советской Киргизии. Одна из гражданок этой солнечной страны сходу удовлетворила просьбу первого встречного отоварить его бутылкой водки за 250 рубчиков. Точнее, конечно, бодяги с этикеткой от водки. Это что за такая водка у вас? Вы продали, нет? Нет, я не продали. Отставьте здесь ее. Куда берете ее? Это не наша. А зачем забираете тогда, если не ваше? Это не наша. То есть у вас такой водки здесь нет, да? Нет, у нас вообще водки нет. У вас по ценам помещениях водки нет ничего, да? Только пиво. Только пиво, да? Спирт есть у вас? Нет. Вы кем здесь работаете? Подавец. Официально трудоустроены? Да. Договор трудовой имеется, да, у вас? Да. А это сигареты, чьи все? Не знаете? Сигареты не продаем. А зачем они, если лежат у вас? Вот у вас купили сигареты столичные. Что купили? Молодой человек купил у вас. Вон камера уже стоит, посмотрим. Не убираете ничего? Ну, поставим, поставим. Разумеется, тут же состоялось явление полицейских, на этот раз 10-го отдела. Под их чутким свидетельством произошел вывод продажной женщины на чистую водку. Ну, а еще под пару камер московских корреспондентов. Не надо меня снимать, а? Я вам разрешения своего не давала. У вас никогда разрешения спрашивать не будет. И как вы, показывай по всем каналам, что она знала наших героев. Ну и здесь, как и во всех предыдущих случаях, конфисковали весь незаконный товар. А именно 8 бутылок крепкого палева, 40 пачек безакцизного курева, которая безуспешно пыталась вынести на себе в тихушку подоспевшая хозяйка-предпринимательница. И на нее, и на ее рабыню, работницу, если хотите, любительницу посниматься. Составлены те же самые протоколы с теми же самыми нижними ценниками 30 тысяч рублей.